Здравствуйте! В прямом эфире новости РТС. Студия Наталья Данина. Смотрите сегодня в выпуске. Нужна собственная сырьевая база. Власти Хакасии обеспокоены. Рост цен на стройматериалы в регионе может привести к срыву сроков исполнения нацпроектов. Если ситуация не решится в части обеспечения республики местных материалов, то она будет усугубляться в 2022-2023 годах. Что имеют, не хранят. Жители Остебакана наводят свои порядки на детских площадках. Ломают горки и лавочки, рвут наземные покрытия. Ситуация в Черногорске не лучше. Ребенок, вот, пойдем, мама, покачаемся. А куда? Куда? Вот в эти заросли, что ли, везти? Это ужасно. Сделайте что-нибудь. Чтобы птицы не мешали полетам, их ловят сетями. С такой жалобой в РТС обратились сотрудники аэропорта, возмущенные гибелью пернатых. Что на это скажут штатные орнитологи? Возможно, некоторых птиц мы не успеваем просто вынуть. Мы можем проехать в одну сторону. Резкий рост цен на строительные материалы и не только в Хакасии может напрямую сказаться на реализации национальных проектов. Острый вопрос рассмотрели сегодня в правительстве республики. Столь резкого роста цены специалисты и не припомнят. Обычный песок и щебень взлетели по стоимости в два раза. Подобную динамику демонстрируют и пиломатериалы. Порой их просто не найти. Лес уходит в Китай и Казахстан. В то же время перед республикой стоят обязательства по реализации национальных проектов. На сегодняшний день идет переработка леса и кругляком вывозится с республики Хакасия. Это, конечно, не дело. В части национальных проектов у нас пока что еще переносов сроков не было. И мы все-таки находим пути решения, чтобы не переносить сроки строительства. Но в целом мы видим, что замедление строительства как таковой идет. И нас очень сильно тревожит, если ситуация не решится в части обеспечения республики местных материалов, то она будет усугубляться в 22-23 годах. Острый вопрос рассмотрели в правительстве Хакасии. Кардинально регулировать стоимость пиломатериалов на региональном уровне невозможно. Это под силу лишь надзорникам федерального уровня. Поэтому российские застройщики попросили антимонопольное ведомство взять под контроль цены на стройматериалы. Что касается песчаногравийной смеси, решено создать конкуренцию действующим производителям, проведя аукционы на разработку новых карьеров. Вывод один. Чтобы не сорвать нацпроекты, республике нужна хорошая серийная база. По поручению главы Хакасии создана рабочая группа. Ее задача к 25 августа подготовить системные правовые решения, которые позволят решить проблему со стройматериалами. Эдуард Иванов, Руслан Шалгынов, РТС. Черногорского водителя, который умышленно сбил человека, нашли. Напомню, мужчина после конфликта пытался протаранить машину обидчика, а потом сбил и его самого. Инцидент произошел в девятом поселке, возле одного из магазинов. После задержания подозреваемый отказался проходить тест на алкоголь. Кстати, ранее он привлекался за езду в нетрезвом виде. Теперь, уверены сотрудники МВД, мужчина понесет заслуженное наказание. Удалось отыскать и жительницу Ширинского района Евгению Зыкину, которая заставила несовершеннолетних детей бродяжничать в Москве вместе с собой. Женщина находилась на одной из станций метрополитена и продолжала попрошайничать. Дети сейчас помещены в городскую больницу под наблюдение врачей. Решается вопрос об их возврате на малую родину. Напомним, в отношении 27-летней женщины возбуждено уголовное дело по факту нахождения детей в опасном положении. Еще два уголовных дела следователи завели на местных полицейских и опеку по статье «Халатность». Жители одного из районов Черногорска никак не могут дождаться детской площадки. А в Устебакане наоборот, места отдыха есть. Но все ли пытаются их сохранить? Мария Мишнина продолжит. Черногорск, улица Заводская. Качели и песочницу в этих зарослях еще надо постараться отыскать. Если получилось, толку все равно не будет. Песка нет, сиденья сломаны, вся площадка завалена мусором. У меня двое детей, одно и семь лет, другое четыре года исполнится. И очень хотелось бы детскую площадку, потому что детям играть совершенно негде. Тут все позаросло, все травою. Даже ни на качели, ни покачаться, ничего. Ребенок, вот пойдем, мама, покачаемся. А куда? Куда? Вот в эти заросли что ли вести? Это ужасно. Сделайте что-нибудь. Детская площадка – ответственность управляющей компании. В ЖУ-8 пояснили, у них всего один работник с мотокосой. Сейчас он занят на других объектах, но улица Заводская в плане есть. Привести ее в порядок должны уже на этой неделе. Что касается качелей, здесь должны побеспокоиться сами жители. Перезаключить договор с ЖУ-8 и внести ремонт площадки в перечень работ. А это уже Усть-Абакан. Здесь места отдыха периодически страдают от рук вандалов. Вот один из последних случаев. Подросток ради эффектного фото забрался на фигуру зайца и волка. Справедливости ради отметим, скульптура не пострадала. Чего не скажешь о сквере возле второй школы. Испорчено резиновое покрытие, сломаны лавочки, сидения качелей, детский городок. Те, которые территории раньше были просто пустырями, заросшими в человеческий рост травою. На сегодняшний момент там есть какие-то дорожки, есть возможность прогуляться с детьми, с колясками. И когда, ну, получается, из-за одного, двух, трех человек страдает подавляющее большинство населения. Это, конечно, большая проблема. В Усть-Абаканском постсовете планируют разыскать нарушителей. Тем более, что записи с камер видеонаблюдения имеются, а значит, личность установить будет проще. Отметим, что даже если хулигану нет 18 лет, наказание все равно последует. Возмещать ущерб придется родителям. Стоит помнить и о том, что уголовная ответственность в некоторых случаях наступает уже с 14 лет. 172 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Больше 600 человек справились с заболеванием. Медики отмечают, госпитализация уменьшается, все больше коек пустует. Это позволяет постепенно возвращать плановую помощь. Так, к обычному режиму работы сегодняшнего дня вернулось терапевтическое отделение Белоярской больницы. Приостановлена госпитализация ковидных больных в республиканскую офтальмологию и Черногорский роддом. После выписки последнего пациента учреждения пройдут необходимую обработку и начнут плановый прием. Также на штабе говорили о вакцинации. Она идет в штатном режиме. Запись свободная, препарата в регионе достаточно. Отметим, что в Хакасию на этой неделе ожидается очередная крупная поставка, в том числе и спутника Лайт. В связи с этим в республике снято ограничение по использованию однокомпонентной вакцины. Весь вопрос, кому какую вакцину ставить. У спутника Лайта есть ограничение старше 60 лет. У спутника ВИ нет ограничений практически никаких. Единственное противопоказание по аллергическому анамнезу. Поэтому все решения принимает врач на приеме, куда обращается пациент. Пациент. Пернатые погибают. В редакцию РТС обратились возмущенные зрители, которые рассказали о том, что в аэропорту Абакана птиц изводят рыболовными сетями. Наша съемочная группа сегодня увидела все своими глазами и узнала, есть ли повод для беспокойства. Рыболовные сети прицеплены на башне аэронавигационной службы. Доступ к этому месту имеют только сотрудники воздушной гавани. Жалоба поступила от работника аэронавигации. В аэропорту Абакана в качестве борьбы с пернатами применяются рыболовные сети. При этом орнитологические службы не следят за ними, а позволяют птицам медленно умирать, запутавшись в сетях. Обращение к руководству компании с просьбой прекратить варварские методы борьбы результатов не принесло. Просим осветить этот вопрос. Больно смотреть на замученных в сетях птиц. Представители Абаканского аэропорта объяснили, сети растянули, чтобы птицы не вели гнезда. Тех, кто попал, изучают, чтобы знать, чем отпугивать. На лётном поле встречали ласточек, сорок, воробьёв, чёрных коршунов и даже удодов. Возможно, некоторых птиц мы не успеваем просто вынуть. Мы можем проехать в одну сторону, не было птиц в сетке. А пока мы едем туда дальше, она уже попала. То есть факторов очень много. В воздушной гавани Абакана, кстати, нигде больше рыболовных сетей нет. Для того, чтобы обеспечить безопасность полётов и избежать столкновения самолётов с птицами, что чревато, используют гуманные способы. Пугалки из макетов, отвлекающие звуки и визуальные эффекты или пропановые пушки, имитирующие выстрелы. Они летят на кормёжку. И получается, сейчас у нас самый такой период птицеопасный. Август. Это когда молодняк вылетел, встал на крыло. А они, можно сказать, ничего не боятся. То есть их сложно отпугивать. Это в нагляд к ним уже подходить и говорить им кыш. Кроме того, сотрудникам аэропорта перед взлётом или посадкой самолётов приходится вручную ходить и отпугивать птиц. Ситуацию отслеживают каждые 30 минут. Наталья Данина, Катерина Ярушина, Дмитрий Парахин, РТС. Хакасский госуниверситет вошёл в научно-образовательный центр мирового уровня Енисейская Сибирь. Это межрегиональное объединение научных организаций Хакассии, Красноярского края и Тувы с компаниями и предприятиями. Экологическая повестка с каждым днём становится всё острее. Новый тренд – зелёная энергетика и сокращение вредных выбросов в атмосферу, что для нашего региона, расположенного в Котловине, особенно актуально. Переломить ситуацию должны учёные в тесном сотрудничестве с предприятиями и бизнесом. Глава Хакассии, Тувы и Красноярского края инициировали создание научно-образовательного центра Енисейская Сибирь, участником которого стал Хакасский госуниверситет. Это, безусловно, для нас такой большой шаг. И это одно из звеньев, опять же, создающейся нами системы экологического мониторинга. Потому что университет становится частью первого климатического научно-образовательного центра мирового уровня. В межрегиональное объединение вошло 9 вузов, 5 научных организаций и 14 предприятий реального сектора экономики. Хакасский госуниверситет приступит к разработке пяти проектов, призванных улучшить экологическую обстановку в республике. В частности, доктор физико-математических наук Юрий Гафнер рассказал о планах по созданию принципиально новой системы мониторинга состояния воздуха. Итак, мы подходим очень плавно к концепции газовых сенсоров повышенной чувствительности, которую мы предлагаем разработать для определения токсичных газов, в том числе, допустим, газоударных. Все это можно сделать на основе новых технологий. Мы предлагаем здесь новую концепцию таких сенсоров на основе нанопорошков. По задумке инициаторов, научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь» позволит нашим регионам достичь технологического прорыва и станет отличным инструментом для превращения научных идей в реальные рыночные продукты. Всего в стране планируется создание 15 подобных центров. Оскар Артамонов, Андрей Доржу, РТС. Рисунок юной жительницы Хакассии о фронтовых собаках станет коллекционной открыткой. Работа Анастасии Яковлевой заняла второе место в международном конкурсе «Собаки-герои». Его проводил Московский музей Победы. Девочка нарисовала ездовых псов, которые вытаскивают раненых с поля боя. На конкурс в разных номинациях было подано более 2000 работ о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны из всех регионов России, а также США, Марокко, Ирана, Казахстана, Республики Беларусь и Латвии. И в завершении выпуска расскажем о буйстве красок, зелени и цветов. Все это есть в столице Хакассии, в семье Кукарцевых из Красного Абакана. Неравнодушные к творчеству люди приглашают всех жителей и гостей республиканской столицы прогуляться по их необычному саду. Полюбоваться на труды Ильи Федоровича и Натальи Алексеевны Кукарцевых приезжают люди со всего Абакана и даже других регионов. Уже 7 лет этот сад получает самую высокую оценку городского конкурса «Цветочная мозаика». Самое главное в том, что мы не для себя делаем. Что нам вдвоем? Надо было это. А вот когда здесь куча ребятишек бегает, пищат, визжат, мы ради них даже собачку отсюда убрали, чтобы не гавкала на них, спаниелька была. Вот и ребятням. Вон калитка открыта, они спокойно проходят туда, там есть ванна, в ванне караси плавают, они рыбачат. Грядка стоит с земляникой, вся усыпанная ягодками красными. Они ягодку едят. Ради бога. Что это, нам что ли надо? А им удовольствие. Когда вокруг тебя люди, когда ты востребован, когда ты нужен кому-то, стоит долго жить. Все эти удивительные арт-объекты созданы Ильей Кукарцевым из подручного материала. Старые часы, люстры, пластиковые крышки и многое другое. А многообразие цветов, ягод и плодовых деревьев – это прежде всего гордость его жены. Готовить рассаду она, кстати, начинает уже с января. Например, куда-то уехали, там на Восточный, или куда-то мы уехали. Приезжаем, у нас полный огород народу, люди ходят, все смотрят. Но мы пройдем скромно домой, потом выйдем. И все спрашивают, а что вы хозяева? Мы говорим, да. А нам сказали, здесь всегда можно ходить. Мы говорим, да, у нас всегда можно ходить. Поэтому вопросов даже нет. Найти этот участок красоты можно в Красном Абакане на улице Вознесение 58. А на этом у меня все. Еще больше новостей на нашем информационном портале tvrts.ru и в социальных сетях РТС. С вами была Наталья Данина. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok